здравствуйте друзья пришло время 3 серии вот еще раз напомню о чем речь и так все мы уже в сибири чего-то добились и курдюмов николай иванович такой авторитет отдает нам должна вот двигались двигались на север получили результаты на юг нам запрещено так образом запрещено но есть доказанное явление пишет курдюмов только единицы сотен сибирских сатур способны жить и плодоносить черноземие тем более ухо черноземие у меня уже есть может быть я смеюсь потом снять 4 серии в конце 3 покажу черноземие мы уже покорили вот на последнее время меньше общаемся может нас этого не знать а вот юфо я сюда отношу даже не брянск даже не смоленск вот не курдск не белгород вот я сюда отношу черный кавказ и кубань все думать немножко астраханской области вот это и будет юфо южный федеральный округ но тем не менее будем пробовать сюда тем более желающие вложить в это и деньги и вложить в это силы вот принцип который я предлагаю так вот здесь восстановились вторая серия закончилась принцип который я предлагаю это массовый засев и отбор без этого нельзя второй серии 1 я показывал свои уникальные результаты примерно они выглядят вот так вот так просто листают то чего не может быть никогда уже в сибири вот я вырежу сомнения что то что в сибири прожило 10 20 30 40 максимум 50 лет вдруг за тот период как бы в разыгры испортились вообще стали еще лучше назад вернуться не могут вот тут с николай ивановичем я не согласился вот давайте вернемся к нам значит мы уже часть практики прошли во второй серии хорошо поговорили первой практика во второй и продолжение практики фотографии прислали это есть сертификация по железу не не брали новый как я говорился это вообще известно два-три месяца температура близко к нулю в суровом песке определенной влажности получается вот такая картинка вот такая картинка так я проверю идет и запись все бывает идет раскрылись персики это 3-4 месяца сертификация и готовы к высадке обратите внимание я всегда говорю что самая надежная самая лучшая семена дает плоды не это плодом дают мощные саженцы если они посажены не глубоко у них потом вылазит скоско посаженная ниже уровня почвы вылазит сама полностью а потом раскидываются вот эти сам видите как их никто не трогает такое впечатление что само раскрытие происходит в виде взрыва жаль никак просил никто не может с помощью замедленной съемки этот момент зафиксировать остается догадываться видите скорлупки очень далеко от схода вот это делюсь опытом не своим а как бы суммарным вот кто-то взял вроде бы этот пластиковый стаканчик конечно попробуй извлеки а вот видите как сделал мешочек за мешочек потянет и аккуратно может посадить мешочек поможет вытащить если это уже уже лучше хотя не факт что потом все равно не развалится погибли тут все плохо в тепле тепле хорошо растет хорошо растет и посаживание глубоко пожарил но тут другая проблема это же весной высаживать надо он уже сильно крупноват может погибнуть как можно скорее высадить хранить тепле выращивать это очень плохо мой совет пока еще спит пока ниже еще покажу фотографии холодильники для высадки прямо поле или хотя бы в школу вот эта фотография тоже вот я смотрю многие так делать потому что земли жалко что ли он потом вылазит но вот это место здесь не хватает света и он получается длинный тонкий штамп это уже уродец и теперь посмотрите на какой высоте находится его вот когда раскрывается семя да снаружи скорлупа вот а это то что под ней и здесь находятся запасы питательных веществ это так называемые семидоли высоко уродливо непропорционально вот здесь они должны быть для этого надо было полностью заполнить весь объем этого стаканчика вот теперь смотрите он тоже был закопан и начал вылазить он когда вот это упирается интересно что страшная невероятная сила вот у этого росточка который не росточек а крышочком смотрит вниз впивается и теперь работает как рычаг вот как мне показать вот смотрите вот так вот так вот получается только здесь непропорционально из-за того что землю пожалели получается две вот такие семидоли здесь запас питательных веществ и влаги на случай того что мало ли спереди катаклизмы даже засуха а он возьмет и спасет вот это вот здесь запасы как бы ложные листики вот еще раз уперся и теперь это огромная тяжесть невероятно посреди с хрупким корешком сила невероятная она будет поднята а эти потом смотрите раскидывает куда попало здесь получается нормально вот они семидоли вот он росточек и самый главный корневая шейка там где должна быть вот это у меня в саду я наблюдал не было времени наблюдать каждый день каждый день сделать чуть ли не мультик помните что такое мультик вот появляется спинка только появляется я вначале думал что же я творю то я наверно поливал и размыл а я не знал что они сами выкапываются но наблюдение к этому привели видите тоже самое уже больше поднялся выше поднялся вот это поднялся уже очень характерно сюда вот косточки вот эти скрылупки аж тут кто их отбросил как это получается вот мы живем увидите заметные съемки а так все здесь все правильно здесь корневая шейка это границы земля в воздухе обеспеченная долгая жизнь еще один такой же пример тоже долгая жизнь хотя условия разные видите здесь практически песок а здесь чуть ли не чернозем но тем не менее самое главное чтобы семидоли были над землей потом можно даже еще на пол сантиметра раскопать если все таки заглубление есть а эту фотографию я делал прямо на дороге вот я хожу хожу вот так там топтал-топтал сила неимоверная вылезла а как тогда получается что никто не просит она вылазит даже там где делать нечего все равно затопчет но часто не сходят там места сто пятьдесят тридцать десять а это спасибо что машине трогали вот корточки это из этого из интернета корточки подсушиваю и в сентябре высеваю в лунке 20 сантиметров глубиной на постоянное место вот наверное делается лунка 20 сантиметров мне вот это смутило может быть все таки лунка до 20 сантиметров может быть 20 но здесь он глубоко не закапывает то есть может быть ошибка то в другом что вообще саженец получается не семечко закопано на глубину 20 сантиметров а просто лунка такая то трудно его понять потому что я там вроде бы разбираюсь и то понять не могу а тут после всхода дерево все засветает если он посадил на глубину почву 20 сантиметров если в год два-три прощает дерево все абрикосовые деревья дальше не терпят даже рано или поздно сгниют вот поэтому меня вот это вот смутило а для чего я вам покажу вам же садить друзья вы уже будете знать что и на холл бы хорошо покажу вам ниже еще и загубление чисто символическое вот это один из снимков моих любимых мне прислала женщина я уже рассказывал дважды еще скажу очень важно во-первых конечно пластиковых горшочках потом попробуйте вытащить оттуда ком сохранить почти невозможно но скорее всего и не придется вытаскивать они были у нее дополнены вот как я уже и говорил но меня смутило то что у нее они показали первые признаки увядания и рассрочно раскопайте до корней и прислал этот снимок она копала 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 и прислал этот снимок и вы теперь понимаете что заглубление а еще в горшочке а здесь всегда влага там когда садишь почву там пусть у нас сегодня влажно дождь завтра сухо а здесь всегда влага короче она сгнаева вот эта часть довольно быстро ему еще и года нет вот этот снимок для будущих учебников потому что лучше отсадить на лобины пять шесть семь даже десять сантиметров к моему величайшему огорчению вот такой пример тоже прислали мне с такой снимок да смотрите ну не обращайте на камень это тоже мода вот камень поможет я про него считаю что его нет ни о нем есть вот она семидоля видите она глубоко под землей у нее короткая жизнь просто сгниет вот еще пример неудачной посадки у меня же глаз набит я же вижу им уже плохо вот разве тот большой там еще объем позволяет ну как можно быстрее высадить тогда надо а они уже подохнут вот эти все вот ненормально все это неестественно ну раз входит ну садите сразу сделаю ну в крайнем случае в шковку как помидор вот то как снимок интересный прислали схожность полная молодец человек и в горшках кажется у него не было земли где высадить поэтому ему пришлось мальчики а так бы лучше бы сразу в землю даже пересадка из этих горшков или в данном случае из ведерок все равно я вам скажу ничего хорошего отставать будут росте болеть их надо будет на пол или вот так обрезать даже пусть скобы в земле все обрезать заставлю здесь понятно здесь была не теплица как она называется господи так вот когда маленький это вот о память ну короче здесь была микроклимат здесь была какая-то пленка сверху и они под пленкой взошли и очень вовремя сняли вот очень вовремя убрали потому что дальше это не нормально вот а так в принципе получилось хорошие всходы вот и на первом этапе каких-то невозгод спасли вот а вот это уже действительно теплица а господи памятник это парник бывший пока пленка была это был парник вот это уже теплица сказать что лучше взошло я не могу а вот вторая проблема надо обязательно пересаживать а почему мало взошло а дождя нет поливать некому пропустил один-два полива а вот результат плохой результат вот это моя фотография я однажды прочел в журнале у меня сходили груши по принципу то тысячу из тысячи то не одно из тысячи а на следующий год только всходили да и то не это не факт что обязательно взойдет даже на второй год а тут я прочитал делайте бороздки именно для таких семян мелких-мелких как груши вот бороздки сверху прячь в бороздках сверху высыпаете песок потому что мол земля бывает после дождя где-то бывает так схватится якобы якобы особенно глинистая что высыхает становится сверху корка и эту корку не могут пробить растения я решил не буду рисковать и вот так посадил сверху насыпал песком интересный результат всходов было много но они интересно зашли причем по прочих равных слоях метр всходы и метр пусто метр всходы и метр пусто и так метр всходы метр пусто надо понять чем разница тут вот метр и рядом метр ну что было то было больше я так не делал но попытка не пытка вот еще смотрите писали фотографии это мои косточки это кажется ну это где-то северо европы так есть такое дело а дальше самое интересное что смотрите песком и я не против песка они действительно это самое попадает в привычную среду абрикосы когда они тяжелый чернозем а и не глина а вот но если чуть пропустил полив все прощает не будет сходить вот еще одна теплица тоже вырастили и даже хотели оставить я сказал срочно рассаживайте вот посадка на уже не на холмы а на гряды но видите они должны всходы с ним быстро стекает вода они быстро пересыхают отсюда и результат слабый здесь слабый результат видите почва вроде подходящая песчаная вот да еще умудрился посреди холма гряды еще как бы выровнять ну что ж результат такой результат получил а может быть хороший результат смотрите по краям все четыре в центре нет у него все взошло вроде бы и в то же время на гряду еще один пример посадка на холм все посадил а потом паники мне пишет в конце как теперь рассаживать а вот как посадил так и рассаживать я бы посоветовал эти все взять выкопать одновременно один оставить тот крайний выкопать а потом разделять в корне еще пример вроде байхолм но плоский может быть потом он как-то его размажет вот чтобы он был пологим а пока вот так тоже торфяной горшочек все нормально если размажет потом посадка тоже вот это неплохой вариант есть посадка полотенкова я не могу все 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 рассказывать иначе мы никогда не закончим у меня понедельник сегодня какой 23 это 26 будет очередной вебинар вы не поверите 202 я все рассказываю рассказываю этот отдельный фильм фактически посвящен нескольким людям кто на крайнем всем мире хочет вырастить мои сибирские и в то же время роскошные сорта так что давайте пока короче просто посмотрели поняли что потом уже нельзя оставлять точки иначе здесь будет сопривание это как бы уже полу полу ямка вот вы видите вишни вишни все прогрызены вы понимаете почему часто не сходят вишни именно вишни любят знаете известствуют именно эти маленькие звери грызены кончат творят все на едином прогрызены даже если она будет прикопана все равно найдут а то вишни не сходят а то вишни не сходят избавиться хотя бы от этих отношений когда вдруг окажется что не сходят вот так посадка как бы сказать то посадка была в октябре старификация началась а потом не началась а я искусственно сделал я взял и прямо это выставил на лоджию где зимой бывает пассовой температуре вот же это тот же теплеще правильно вот что я получил видите то есть может зайти и в декабре а это значит что мы недооценим перепады когда есть естественная старификация то есть посадил осенью и забыл тогда может осенью зайти под землю а потом погибнуть почему осень бывает равная плюс-минус плюс-минус и ранее весна плюс-минус и потом после плюс и минус и она арасток уже вылез и замер вот вам пример я умудрился стимулировать рост начало роста еще до нового года хотя это не естественно так это очередная опус я не нашел ни одного нормального фирма который мне принес пользу стране а вред принес огромный это телеканал во главе с этими так называемыми феями вот и средняя глупость закопать трубу по ней поливать напомните вся подземная живность друзья это потому что потом каждый норовится что-то свое внедрить вся подземная живность будет страдать от засухи из-за той глупости что поливать будут не по периметру вообще лучше всего как бы дождь вот сейчас показываю видите единственный полив который я признаю я его назвал дождевание вот и тогда равномерно покрывается вся площадь особенно засуху и не будет умирать подземная живность вся подземная живность грибы бактерии черви муравьи все на поверхности и под поверхностью муравьи тоже под поверхностью живут очень часто значит все это страдает и от засухи и от избытка влаги когда они сгнивают буквально умирают тонут деревья гниют корни вот это две крайности засуха это а вот это вот глупость который вот какой-то человек не очень далекий придумал вот эту трубу все думаю ну как здорово к корням подадим не нужна там вода а там своя вода у меня после этой дичайшей невиданной засухи от осени от весны до осени бесконечно урожай был предельный деревья только где-то может быть чуть-чуть страдали листику где-то вот причем это на обычных глад даже незаметно и все было нормально потому что под землей благо это часть экосистемы если ее вот так не калечить как здесь сделали и калечить почву и влага из нижних горизонтов поднимается вверх до самой поверхности вот это просто к слову пришлось вот потому что любой мой ученик потом нарвится ну что-то свое добавить голове я застряла обкопаю я трубу и вкапываю а это лесосветная глупость вот а вот это есть только надо поливать очень щадящий чтобы не устраивать поток дополнительные это отдельная тема совершенно называется укоренение летнее укоренение с июля месяца вот я имею в виду что зацикливаться на семенах не обязательно дополнительный этап можно часть деревьев укоренять и получать деревья без прививок мы говорим прививки сохраняет и даже улучшает качество родителей а укоренение это делает то же самое это вегетативное размножение тоже тоже вегетативное вот защита от мышей это святое это моя грядка вы видите вот здесь две вот здесь две вот здесь вот здесь а где роски роски съедены мышами вот это очень важно но у меня тут как получается они выкапы даже с глубины нескольких сантиметров здесь то понятно все наружу и даже вы догадались сразу что это работа машины а письмо полученное мной у меня же переписка будет дорог там знаете как было ни одна не зашла я думал уже что железо получила плохие больные старые ненужные а потом копала в другом месте и выкопала их все сразу все косточки были с дырками вот все в одном месте а это их любимое занятие они не такие дурные они вначале делают запасы а потом у меня есть такие фотографии где их на таком участке сразу сотни то есть собираются все округи потом все зиму грызут вот не спеша и получилось чек понял что виноваты мыши он их поймал на месте преступления аккуратненько собрали со всего участка посажены им косточками это тоже еще одна фотография я горжусь такими вот она предназначена мной для учебников закопаны не были как упали так лежали весна показала что гнилые вот они гнилые 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 плесень вот они и в то же время вот этот зашел вот этот уже раскрылся и уже пьет воду вот с помощью надо увеличить с помощью вот он видите по щуцентре вот с помощью этого хоботка это его корень вот видите а этот сгнил то есть в свободном полете в свободной жизни получается что отбор происходит этот ну казалось бы слева немного было ну и что что они должны обязательно сгнить нет сгнил а этот не сгнил условия одинаковые идет отбор и вот такой же отбор нужно будет проводить на юге страны так называемые южно юфе о южно-федеральном округе если они хотят если вы хотите друзья оттуда вот иметь такие же как у меня сорта тут извините мы вас опередили тут где-то в ваших краях и Таганрог не помню в Каево области значит в советское время это получил от них огромный каталог сотни наименований апрекосов сотни наименований груз сотни наименований персиков сотни наименований черешни Таганрог это я заполнил я сделал хороший выбор в виде ЧМК вот чтоб все это мне прислали все перечислил отправил туда заказ сказал по первым требованиям ваши деньги вот я всегда никогда не вел сердце я всегда говорил мне интересно что я всегда говорил так получил сколько назначите всегда всегда и самый главный никто никогда не занимал цены вот это мне нравится вот но тут получилось хуже тишина тишина время прививки прошло шлю письмо паническое как же так я рассчитывал ответ наш сад замерз это был Таганрог вот теперь понимаете что такое наши северные вот они кстати это упали с мазужского абрикоса видите сколько отхода кстати если заниматься статификацией искусственной с помощью холодильника сырого песка с помощью определенной температуры там таких потерь не бывает как вы видите на снимке это все в саду и я к чему говорю значит и мои те самые вот они вот вот это все имеет в своих жилах кровь вот это все имеет кровь знаете какую сказать мазужского абрикоса уссурийской груши сибирской яблони заметили все это минус 50 китайская селила вишня сибирская штамба это все минус 50 вот и есть а сорта роскошные ничего не испорчено знаете неиспорченные 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 вот никак неиспорченные совершенно и а в них течет кровь в данном случае уссурийского мазужского абрикоса вот а все таки генетика такая роскошь южная южная я считаю что на юге получится так что-то что-то умрет что-то не умрет у кого-то короткая жизнь будет а там где получится вот это сочетание как вот нужно чтобы так все упало и морозостойкость вспомните таганрог и мертвый сад и морозостойкость и качество плодов вот так перемешиваться что где-то и то будет и то будет и не выпрыть и не вымерзнуть если вдруг аномальный холод и такие времена были кубань минус 30 центральной телевидении идет этот самый с микрофоном ведущий какого-то канала телевидения по центральному смотрел а рядом убитый горем агроном какого-то совхоза 50 процентов вымерзла там черешин 70 персиков 30 там яблок 40 груш вот эту цифру он называл по центральному телевидению вот на этом на уровне почвы было меньше минус 30 это кубань вот поэтому еще раз говорю тут главное не мелочиться и тогда отбор произойдет там отбор уже давно позади видите защита от ветров обязательно хотя бы здесь получается на экране юг то надо ли защищаться вообще или пусть обдувает потому что это на севере мороз плюс это леденящий ветер ой 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 вот надо ли делать агроном ну это надо исходить из конкретного места а вообще если смотреть будут то не только не только сами южане но и жители черноземья и не черноземья вдоль всего трансима от Балтийского моря до Тихого океана все это буду смотреть вот три ряда акуста когда садится шоу мне пришли подоград я это раньше сам сделал проходит десять лет если это мешать друг другу шире расти не могут устремляются вверх и вот и вот уже грибы волнушки под ним уже есть вот если участок большой его надо делить на зоны с помощью ветрозащитных вот они так все наверное мы это закончили так а что же я хотел показать четвертой серии боже мой боже мой я забыл потом может пересмотрю на сегодня уже все я надеюсь все это будет выставлено прям сегодня в ютубе а потом плавно перейдет в яндекс как там в яндексе вот и чему то мы с вами научимся должен всех отчаянный который выпишет очень много у которого останутся пусть даже пять десять процентов но это будет совершенно новое садоводство для йога вот потому что что я никогда не соглашусь со своим другом Николаем Пардемовым подружба дружбой а сорта брось вот ваши южные сорта может и хороши для юга но мне не хочется не хочется чтобы была лебединая песня все это переехала на юг и вот чудо там плодоносило вот чуть не сказал на этой брусной ноте какая брусная оптимистическая вот не может быть что несколько сортов сотен нет это все гибридное 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 не так всего намешано вот так вот а вспомнил вот может быть будет уже не сегодня четвертая серия знаете я сейчас интригую вот как оно будет сейчас скажу вот сейчас я набираю вот это вот и это не полностью не полностью но я начну вот с этого вот это все что плодоносит чужих садах и где сможем увидим насколько они на юге прекрасно себя чувствуют насколько 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 вот и наверное я все таки покажу один пример если вы еще не так устали вот для этого мне нужно знаете куда попасть сейчас сейчас это недолго ну в общем вы поняли вот здесь у меня огромная коллекция то что растет на север на юге везде где угодно присылали со всей страны принцип 1 ваши материалы Валерий Курцогеев ваши включая персики все 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 вот но все таки за Курдюмова крайний юг понимаете вот он как он правда еще упомянул теноземья теноземья мы уже покорили тут он немножко не в курсе вот давайте так сделаем давайте делаем так еще раз быстро 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 вот огромный архив вот когда-то его надеюсь затребует академия наук потому что у них такого нет вот вот сейчас сейчас я вам показываю эту дурь а вот я с этого начал Брянск вот она Сибирь первые мои уроки первые мои опыты с персиками неукромными вот он неукромный персик а вот Брянск смотрите что имел ввиду Курдюмова персик Хасанский родина где-то там самый Дальний Восток вторая родина замерзшего персика мертвого фактически нашел вот такую веточку теперь эта веточка потом покажу шагает по планете по России по крайней мере шагает и вот Брянская область вот если Курдюмов имел ввиду именно но он имел ввиду конечно не черноземья это более серые тут слава Богу никто не жалуется на мои сорта хоть и серые черноземья он имел ввиду более южные края так и еще южный округ самый южный вот видите Валерий Васильев созревает плоды на колесо Севсанске Хасанский Валерий Васильев полученный от Сергея это сеянцы которые должны стать дикими помните как помочь помочь ну ладно на этом плодившись в два раза больше моих видеть два раза крупнее моих вот так два раза в общем на этом я заканчиваю третью серию помните меня правильно наверное надо иметь таких еще кроме простых учеников людей отчаянных отчаяннейших вот которые вот это сделать привычным уже не только в Валерийске я вообще говорю про Подмосковье там тоже результаты выдающиеся вот вот она обыденность это все налюбовались на этом заканчиваем друзья самое главное здесь никаких этих исправлений штампа никаких исправлений скелета ничего это основа снов это наше смежено моим учеником которая вот его рука вот наша с ним религия никаких этих исправлений никаких все что придумано это получилось так что гибель миллионов бесконечных деревьев болезни бесконечное опрыскивание подкормки полива все мешает все вредит не подходите к дереву вот это мой самый главный совет не подходите не лезьте где это бог создал все это серия нет все друзья я выговорился но еще будет четвертая серия пройдемся по этим самым по этим самым вот пройдемся пройдемся это все бесконечное 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 А Курдюбов этого не знает От Калининграда И до Приморья Вот сейчас А может не будет четвертая серия Может хватит того, что я так пролесну Я уже не раз показывал Даже устал 40 страны моя родная Сколько персиков по стране плода лысит Приморье-то Приморье Калининградская лысит Это такое же Приморье Что северо Что еще запада на восток Что с востока на запад Сало как сало Я только сейчас показал Все До свидания, друзья Кстати Ни разу по рекламу не упомянул Хотите иметь это самое Косточки, черепи Саженцы и сады И у вас будет так Все До свидания Остановить рапселяцию Надеюсь, вам было не скучно И людей из самого Южного Юга Я надеюсь Надежду внушил Да, намного будет зависеть от них В головах В головах столько Всего Пономешано А я еще добавил Еще новое понятие Длинный корень Антифриз И злобное Это Желание Обрезать корни Саженцы Вы должны прижиматься К земле Нет, делайте штамп До метра Ужас какой-то Ох, они Плохо себя чувствуют Давайте Осветлять кровну Как будто Те деревья Которые Возраст Ветский Которые возраст Старше Трех-четырех лет Как будто они Снова начнут Плодоносить Зачем Для этого есть Периметр Дерево Кустами плодоносит Все, друзья Я вам много Говорю Пока Плодоносит Плодоносит Плодоносит